Добрый день, друзья! Я нахожусь в городе Макпо, Южная Корея. Все это благодаря морской профессии. Поэтому я решил снять обзор на этот город и включить его в плейлист странных городов, в которых я побывал, благодаря морской профессии. Поехали! Выходим на улицу. Красота! Сегодня воскресный день. Все отдыхают, и мы будем отдыхать. Пойдем вначале. Я уже, правда, много ходил. Пойдем направо, потом налево и в другую сторону. В три стороны. Сходим и посмотрим, что происходит в этом городе. Ребята катаются на байдарочке. Раньше я когда-то тоже занимался на каное. В седьмом, восьмом классе где-то в те времена. Ну что же, а мы пойдем сюда. Заодно я зайду на турнички, позанимаюсь. А то на пароходе что-то только на брусьях отжимался. Что-то тачанка. Все электромобили какие-то. Они в этих масках ходят. Как для меня, так обалденный воздух. Не знаю. Приехали бы к нам в город, хотя у нас тоже вроде бы нормально. Одни-две тети корейские, смотрите. Ногами крутят. Все остальные на электротяге. В ту сторону мы уже ходили, поэтому я могу выставить видео. Туда идти ровно километр. До этой дамбы или плотины. Там заодно и мост. Тоже. Отель находится в центре города, даунтаун. Здесь везде такие, ну как бы везде, не везде, но похожие дома, на которых написаны номера, которые видно сдалека. Вот, например, 103, 105, 102 и так далее. Внешний вид как бы почти один, я имею ввиду расцветка. А внутри, это я уже не знаю. В соседнем городе, откуда мы приехали. Вначале мы туда прилетели из Сеула на самолете к Ванчжу. Вот второй механик оттуда корейский. Рассказывал, 4-комнатная квартира метров, так 130 квадратных. Стоит 300 тысяч долларов. Вдалеке, ну сейчас я туда тоже пойду. Немножко другие домишки. Так стоит, что ездить нельзя на велосипедах, мотороллерах. Нарушают корейцы, молодые. Ну а мы пойдем, в смысле мы вместе пойдем, а я пойду на турнички с брусьями. Немножко вспомню, как я, ну в смысле я и так занимаюсь. Начал я еще в школе. И продолжаю сейчас. Скоро уже 50 лет отмечу в этом году. Субтитры сделал DimaTorzok Начал с 15-й раз, в итоге 3 подхода, значит 15-10-10 на брусьях и на турничке так же. Сейчас пройдем по мосту и пойдем еще дальше. Подождал пока эти тети, которые сзади, наверное, сейчас видно, пройдут. Начали тут лежать, фотографироваться. Откуда они из Малайзии, из Таиланда, непонятно. Ну, продвигаемся дальше. По побережью, я не знаю, что это, Желтое море, кажется. Какие необычные особенности я вижу, то и рассказываю вам в этом видео. Например, вот слева смотрим, детская площадка. И тут же тебе стоят камеры наблюдения. Вон знак, сейчас с другой стороны засниму. Наблюдают, чтобы никто не украл кого-то ребенка. Дорожка, прочерченная 500 метров, сделана из такого покрытия, как на стадионе. И это буквально по всему городу. Вот дорога туда, обратно, в ту сторону. Все в этом покрытии. Кстати, и камеры, которые наблюдают. Вот они. Ну, все занимаются каким-никаким спортом. Кстати, вы видели, как дедок такой в шляпе от пчел или от мух на турничке вышивал. И на брусьях тоже. Ему лет 70, наверное. Природа здесь такая. Основные деревья. Уж не знаю, посмотрите, как они называются. Но это на наши похоже. Вот какой-то кипарит или что это. Кто знает, напишите в комментариях. Подкосились немного. Видите, можно везде кататься на велосипеде, на электромопеде. На чем хочешь. Трассы шикарные. Четырехполосные, трехполосные. И пятиполосные. Еще одно маленькое предисловие к этому листу. С того момента, как я создал канал, прошло два года. И вот где я активно снимал, в каких странах я побывал, вы увидите в этом плейлисте. Ну, насколько я могу вспомнить, я был в Афинах, в Греции, проходил собеседование. Сел на первое судно в Англии, жил в отеле. Потом выходил в Англии, списывался в Лас-Пальмасе, отснял все. Следующий контракт полетел в Лимассол, Кипр. И сейчас чудесным образом нахожусь в Корее. Буду еще долго находиться. Потом улечу домой и прилечу снова сюда. Так что этот город еще много раз поснимаю. Здесь, как видите, такое же покрытие, как на стадионе. И нашему взору открывается нашему уху, слышится радостная южнокорейская музыка. А нашему взору открывается широкополосное шоссе и водопад, который запускают два раза в день, потому что он искусственный. Сейчас мы еще раз поднимемся туда, наверх. Ну что ж, пошли по мосту дальше. Я показывал, покажу еще раз, как это все выглядит. Видите, здесь пять полос. С другой стороны три. Все четко, пробок нет. Приближаемся к водопаду. Что мы видим? Красный свет. Подходим к столбу, нажимаем кнопочку. Я даже два раза пугался. Слушайте. Ага, не получилось. Это, скорее всего, еще один мемориал памяти жертв войны. В результате, который получилась Северная и Южная Корея, находятся вон там. Еще один видел дальше. Но это мы посмотрим 6 июня. Будет мемориал дэй, где будут собираться люди. А сейчас мы пойдем наверх. Пойдем наверх. 200 метров. Подниматься туда, где мне нужно немножко передохнуть, потому что я сегодня уже прошел 11-12 километров. Еще нахожу 8, будет в сумме 20. А там уже посмотрим свет. Идем по таким маленьким ступенькам. Я, правда, не считал, какие здесь присмыкающиеся водятся. Всякие жуки, змеи. Но будем надеяться, что анаконда или питон в кустах не будут лежать. Пока что как-то так. Очень крутой подъем. Поэтому тяжеловато. Если бы я с утра начал, то было бы, конечно, полегче. Ну что, вот видите, как профессия помогает путешествовать. Не все же работать. Но мне такие моменты больше всего нравятся. Я не знаю, кто там фанат. Продлевают контракты. Все вот поголовно. Сейчас были на Ситрайл. Испытания ходовые. Чуть на берег вступили, как будто списался с контракта. Одна беда, что денег нет. А деньги надо зарабатывать в море. Влажность здесь дикая, конечно. Уже поднялся 100 метров, вспотел. Решил передохнуть. Но, конечно, я до сих пор наслаждаюсь воздухом. И вообще птички чирикают везде. Не знаю, почему они эти маски носят. Надо же, воздух гораздо хуже. Несмотря на то, что в Корее здесь так развита промышленность. И машин куча. Очень даже неплохо. Ну что ж, пошли дальше. Да, старость не радость. Уже полтинничек скоро. Поднялся на 200 метров. Вот маршруты, видите. Туда пойдешь. Коня найдешь. Направо пойдешь. Что там, жену потеряешь или еще что-то. Не помню уже. Мы пойдем. Эту кучу из камней я показывал. Надо поднялся положить. Ну как бы так. Идем к беседке. Прямо над водопадом. Там я еще кое-что расскажу. Во сколько обходится компания наш отпуск. Кореянка только что меня увидела и испугалась. И пошла назад. Вот чем мне нравится снимать видео где-то в Европе, в Америке и в Азии. Потому что никто нашего языка не понимает. Ходишь себе, снимаешь. Никто на тебя внимания не обращает. Вот эти панораму смотрите. Я заодно там на айфоне сейчас прокручу. Ну всех же интересует, сколько это все стоит. Ну мы приехали на работу. Потому что это же не то, что я сейчас хожу и отдыхаю. Да, мы жили полтора дня в гостинице. Сейчас тоже живем. Ну в понедельник поедем. Снова будем с утра до вечера принимать судно. А до этого мы шесть дней. И днем, и ночью не спали. Двое на полу, на палубе. Я на какой-то кровати обмотанный. С целлофаном, полиэтиленовой пленкой. И всю ночь какие-то были тревоги, бегали. Это такая работа. Сколько компания платит? Я же не покупал билеты сюда. И гостиницу не снимал на Booking.com. Самолет я не знаю, сколько стоит. Ну например, долларов 800. Долететь сюда. В одну сторону мы еще полетим обратно. И прилетим сюда. Отель, где мы остановились, Booking.com я смотрел, стоит 100 долларов в сутки. Но здесь на рецепции посмотрел минимум 130, 150 и максимально 300 долларов. Но мы, наверное, живем за 130. Покушать здесь, значит, завтрак нам обходится в 15 долларов. Обед 40-45, ужин 50-55. Считайте, 200 долларов в сутки. Вот так живем по-скромному. Путь спуска. Здесь я не сходил. Поэтому я люблю искать что-то новое. Как говорится, мозгу нужны впечатления постоянные. Потом сходим направо. И посетим большой супермаркет Lotte Mart. И сходим. Когда выйдем к набережной, там я уже два раза ходил. Но можно еще раз пройтись днем. Может будет что-то интересное. Смотрю вниз, потому что потом я расскажу на пароходе. Так ногу подвернул, что ходить не мог. Слава богу, отлежался ночь. И все прошло. Хотя до сих пор напухшее. Хожу вот это 20 километров. Загорел, видите, вообще красавец. Чистый индеец. Краснокожий. Шоферский загар. Да, это я забрел. Какие-то огороды. Маленькие. Даже интересно. Хотя, как они только рис выращивают. Это что-то другое. Я надеюсь, здесь выход есть. О, вот. Застал одного труженика. Сейчас идем прямо. Посмотрим, что там. Дойдем аж до высокоэтажных зданий. Дальше уже лес. Ну, насколько сил хватит. Потом пойдем в Lotte Mart. Так называемый комплекс. Посмотрим, что там все корейцы нахваливают. Еще одна попытка. Вечно я подхожу и пугаюсь, когда на кнопку нажимаю. Делаем тест. И каждый светофор говорит своим голосом. Женским или мужским. Ждем зеленый свет. Кстати, что интересного. Не видел полицейских здесь. Что-то вообще ни одного. А вот на дальнем плане проехал эмбиленс. Скорая помощь. Вот первый раз, когда сирену услышал, просто мне напомнило. А где же полицейские все? Спрятались где-то. Сейчас на столб такой. Ну, не знаю, что это. Сеть какая-то сотовая или еще что-то. И сверху гнездо свело. Сойка. Вообще обалдеть. В таком излучении. Ну, нормально. Вон еще чирикает что-то. Речка. Ну, видимо, отлив произошел. Поэтому воды здесь немного. Сейчас мы попытаемся перейти через этот мостик. Надо еще раз ногу не подвернуть. Вот так он тут ночью с подсветочкой. Какая красота. Оп, оп. Надо вечером тут пройтись. Так, идем аккуратно. Смотрим на фонтан. И сюда уже приехал Иисус Христос. Буддистам. Пошли дальше. Все, перешли речку. Да за что-то не агитируют здесь. Непонятно. А я. Я только знаю. Аньо Хасаньо. Добрый день. Красота. Отдыхать это не работать. Вот так. Какие выгоды от морской профессии. Сколько стран можно посетить, городов. Это мне больше всего нравится моей профессии. Название Дусан. Как у нас были. Дусан Энджин. Манбурмейст Ревайн. И до конца города. Ну, домишки везде одинаковые. В всяком случае раскраска. Только номера меняются. Номера остаются те же самые. Название улиц меняется. Так все выглядит. Все одинаковое. Там реальность. Сегодня мы здесь ходили с утра. Дошел в эту сторону. И перепрыгнули через камушки. Которые были с подсветочкой. Сейчас пошел прилив. Видите. И все. Вода из моря перелилась сюда. В это болото. И на ту сторону перейти уже нельзя. С левой стороны находится памятник. Видимо, посвященный войне. Северной и Южной Кореи. Это погибшие. Одни за одно воевали. Другие за другое. За что-то. Но они уже этого другого не увидят. До Нехадии, в котором живет 300 тысяч. Никак ты не заблудишься. Даже если у тебя нет GPS. Смотришь налево. Видишь, это большое строющееся здание. И в 10 метрах от него. Ну, в 100 метрах от него. Находится наша гостиница. В центре города. Движутка. Сколько повоз? Раз, два, три, четыре, пять. Вот такие дороги должны быть. Везде. Вот так ланяется всем. Как Кимчик, четвертый механик на прошлом контракте. Так, кстати, выглядят обычные тротуары. И дорожка для езды на велосипеде. Ну, как бы, где красиво, где не очень. И где вот так. Дензин на дизель. Ну, где-то доллар двадцать, доллар тридцать. Вот снова же Hyundai Bank. Они, по-моему, уже и дома строят. Это уже японская кухня, что ли? Похож на японца. Видели цену на арбузы. Тринадцать тысяч – это тринадцать долларов арбуз, скорее всего, стоит. Здесь я уже проходил в первый день, кажется. Вот рыба. Ресторанчик ждет своего часа. Ну, цены двадцать пять долларов, двенадцать, четыре, три, тридцать, сорок, пятьдесят – самое дорогое блюдо. Вот везде сплошь и рядом такие рестораны сыроедения, скорее всего. Тоже неплохой вид. Отель, отель. Суши, ресторан. Салман, тюнафиш. Лосось. Все новенькое. Мебель, кстати, везде одинаковая. Как гостиница, так и на пароходе. Вот, кстати, дома строят. Видите, сверху стоит, как safety first, сеточки. Вторая защита, третья защита. У нас, когда строят, такого нет. Камень на голову упадет. И все. Как говорится, снег в башка выпадет, больно будет. Идем, продвигаемся еще дальше. Сзади две кореянки стоят с корейцем. Ну и вот можно идти и смотреть. Я иду мимо таких забегаловочек, где корейцы по вечерам обедают. Вот. Это так по кругу идут здания. Приближаемся к нашему супер-супер гипермаркету, как они называют. И вышли военно-морские красавчики. Это и Кимчик также наш отвоевал уже с Северной Кореей. Я живу по принципу, если судьба дала такой шанс, она дает периодически посетить какую-то страну или город. Надо бегом выходить, снимать, что-то искать интересное, а не сидеть на месте. А то некоторые моряки тоже я встречал. Приехали в Сингапур. О, я устал. Я посплю в каюте. Или я пойду побухаю. Все, короче. Все интересы исчерпан. Я, конечно, не против того, что там венца выпить, пивка вечером, но погулять-то тоже надо. Сзади меня очень красивый на внешний вид ресторан в японском стиле. Ну, может, это японский ресторан и есть. Ну, вот он и латте-март. Дошли наконец-то. Сейчас сделаем обзорчик по продуктам, по ценам. Все такое. Пройдемся по этажам. Расценочки по помидорам. Что, 7 долларов, 7, 6, 9, надрезанные. А может, а может, и на дыню что-то похоже. 8 долларов, здоровенные такие. Раски стиль называется. 7 долларов, что, 1 что ли, или 100 грамм? Скорее всего, 100 грамм. Скорее всего, 100 грамм. Вот вся живность. А этот 98, ничего себе. Это, наверное, за одного. Ну, да, что 100 баксов один стоит. Такая у нас стейк делают за это. Перепугался, чик. Я не понял. Второй механик говорил, это сучу или минеральная вода. Вся похожа. Так, это мясо нарезанное. 10 баксов, да? 9. Стейки тоже по 10 долларов. Что-то на вид не очень выглядит. Кстати, вот это японское пиво. Асахи. Асахи. Еще Керим где-то есть. Это супердра, это безалкогольная. А вот, Керин. Прикольная. Японская. Гиннесс. Это все местное что-то. 9 это что? Стелла Артуана. Да, 4 банки 9. Которые нам на судне давали. Смотрите, одним лезвием все лысину порезал. Вообще кошмар. Острое такое, 6 долларов. Пиво. FIFA World Cup. Russia. 2008. То есть у нас World Cup. 2,6. Львцы какие-то. 2,4 доллара. Не очень. Тандарты такие же, как в Евросоюзе. Обалдеть. Все по диаметру, по длине. Почему наши крестьяне не проходят. Такие у нас есть крабовые палочки. А вот таких нет. Сокрешний монстр. Крэп. 4,40. В долларах. Что я хочу сказать. Когда я вышел. Когда зашли в супермаркет. Ничего интересного. То, что они там говорили. У нас такие просто. Ну, в общем. Не знаю. Среднего звена. Какой-то. Не гипермаркет. На первом этаже еда. Я по ценам пробежался. На втором детские вещи. На третьем какая-то ерунда. На четвертом открытой. Ну, стоянке. Вот и все. Теперь осталось пройти по набережной направо. А там еще сверху парк есть. Эти камни, которые вчера ушли. Вода на три метра опустилась. Стало видно эти камни, скалы. Сейчас, наверное, вода, скорее всего, поднялась. Каждый день. Прилив от лет. Потом по парку вернусь обратно. И возвращаюсь в отель. В принципе, и все. Хватит уже. А тут 20 километров. Многовато. А ну, хотя вечером еще придется походить. Так что не выключайте ваши ноутбуки или мобильные телефоны. Будем продолжать дальше. В ресторанчике сразу вытяжка стоит. Кто за столом курит, дым высасывает. Так что можно и курящим, и не курящим там сидеть. Что сказать? Набережная – это самое лучшее место в этом городе. Ну, так же, в принципе, как и в Лос-Пальмасе. То же самое. Красота. Тут можно ходить вечно. Бегать на велосипеде. Кататься. Гулять и гулять. Днем и ночью. Ну, еще поживем в ней пять. Посмотрим. Все, что вам нужно – любовь и немного кофе. Хороший девиз. Но кофе я уже не пью. Если посмотрите мою серию «Долгая дорога на контракт», часть пятая, вчера я спускался по этому мосту на понтон вечером. И буквально вот так он наклонен был. Потому что вода опустилась на три метра. А сейчас уже поднялась снова на метр где-то. Но уже чувствуется, что высоко. Что я говорю? На какой метр? Вода поднялась на три метра. Вчера я показывал пальцем. Вот отметка была. Уровень, как ватерлиния. Все, вернулась вода сюда. Вот получается раз в день на три метра плюс-минус. Но бывает, что и на шесть. Так, все, благодаря Луне. Островное государство. Поэтому Япония тоже страдает. Поэтому, как, вообще-то это полуостров, но все равно. И Японии то же самое. Такие же отливы-приливы. Первый раз полицию увидел случайно. Все. Больше не видел. Вот и конец набережной. Можно еще, конечно, пройтись три километра, но это очень далеко. Сейчас поднимусь в этот парк и вернусь обратно в отель. Поднимаемся по этой лестнице. Сразу, видите, написано. Один километр сто пятьдесят килокалорий. Погнали вверх. Уже дохожу сегодня двадцаточку. Потом вечером посмотрим, сколько я прошел. Хотя я еще вечером буду ходить. Но это вполне чем достаточно. Все равно нужно привыкать, потому что на пароходе придется тремиться бегать. Скорее всего вахты стоять. Будут бессонные ночи. Все такое. Но пароход лучше парохода я не видел. Новый-новый. Восемнадцатого года. Так что будем терпеть. Продвигаемся дальше по камням, по скалам, по горам, по лесам. И потом будет уже спуск, где нас ждет пылесос. Сейчас покажу, как это работает. Здесь очень красивое место, но столбы как-то заржавели все. Железные. Наверх дошел. Это панорамка. Идем дальше. Сюда. По такой торпиночке. Так что все восточные люди, в каком-то или ином смысле, спортсмены. Какие-никакие. А, вот надо, кстати, наверх вылезти. Сейчас я засниму панораму. Здесь еще имеются маршруты. Туда пойдешь 750 метров, 110 килокалорий. Обратно 270. Но нам это не надо, потому что я пришел оттуда. Мы пойдем вниз по ступенькам. И внизу специально, так как мы походили, типа у нас грязные ботиночки, кроссовки, нам нужно их с пылесосика проветрить. Здесь такой знак, смотрите, банки не бросать. Ну, это как бы, вот это то, что я говорю у нас. Это постоянно. Горы мусор. Наши штыки приехали. Субботу, воскресенье. Это я лично не такой. Я не бросаю. Вот даже кто-то бросил, вот мешочек стоит, сложил. Хотя нужно забрать было. Так все чисто. В Японии, конечно, еще чище. Но здесь так. Все равно красота. Еще раз говорю, так как я работал с южно-корейским капитаном на прошлом контракте, он мне рассказал, что дышать нечем в Южной Корее, все ходят в масках. Я первый раз, когда спустился с этого парка, подхожу, читаю здесь. Wind gun. Думаю, что это такое? Это надо дышать, что ли? В рот засовывать. Но не похожий. Вот, смотрите, как это действует. Нажимаем кнопку вот эту. Мусор тоже сложили. Везде спортплощадки. На одной из них я уже позанимался, видите. И старый млад занимается все. Ну, так должен выглядеть нормальный, настоящий город, я считаю. Все для людей. Так что возвращаемся в отель этой же дорогой. Я хотел пойти не по набережной, по которой уже сто раз ходил, а вот здесь, где такая беседочка красивая. Из деревьев таких интересных вообще. Так выглядит дерево. Жесткое такое. Вон семейство палаточки разместились. Это купол. И все, пикнички. Все гуляют, отдыхают. Ну и мы пока что отдыхаем. Завтра поработаем. Но все равно будем спать в отеле. Это красота. Это красота. Работа, совмещенная с отдыхом, я бы так всю жизнь бы работал. Дошел я, наконец, до гостиницы. Ну все, завершаем на этом серию. Кто дострел до конца, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Кто первый раз на канале, подписывайтесь. Тут будут в конце, смотрите эти подсказки, ссылки на новые плейлисты, на старые. Смотрите и узнавайте, почему я оказался здесь. Кто не досверил до конца, те отписывайтесь. Хотя им все равно. Все, пока. До встречи в следующей серии. До встречи в следующей серии.